На портал XGET поступают вопросы, которые волнуют вас, дорогие пользователи портала XGET, и мы пытаемся с ними разобраться, с волнующими вас вопросами. Как бороться с непристойными помыслами? Блудная страсть усиливается от следующих причин – от празднословия, тщеславия, многого сна, от склонности к красивой одежде, от пресыщения пьянства, желающие отстранить от себя страсть блуда, пусть хранится от упомянутых поводов к ней, ибо страсти держатся одна за другой, как звенья в цепи, говорит Ава Исаия Скицкий, а святитель Игнатий Бринчанинов говорит следующее – телесное вожделение увядает от исповеди боли, чем от поста и бдения. Интересные замечания дают нам святые люди в нашей помощи от страсти блуда. Но опять давайте посмотрим, что же это такое – страсть блуда, страсть, скажем так, плотского вожделения. Вырастает она из, наверное, неправильного отношения к тому, что заложено в человеке, в общем-то, изначально. Возможность продолжения рода человеческого Бог дарует человеку по его, в общем-то, грехопадению. То есть это как то средство, с помощью которого человек может изменить будущее, изменить окружающий мир. И мы понимаем, что способность к продолжению рода, она открывает для падшего человека, еще, скажем так, который только что был в Эдемском раю, Адам и Ева, возможность своего спасения. Так как именно от рождения, от причистой Девы Марии, непорочного рождения, непорочного зачатия является Христос, который выводит всех праведников Ветхого Завета и дает возможность праведникам Нового Завета войти в Царствие Небесного. Так неправильное употребление того, что даруется человеку для спасения, оно превращается в греховную страсть и усиливается по мере того, если человек не борется с ней. То есть если страсть, любая страсть абсолютно, остается в человеке, незамеченной человеком, неоцененной с отрицательной точки зрения, и если к ней не применяются усилия для борьбы с ней, то, естественно, эта страсть, она губит человека, точно так же, как и блудная страсть. Как ее все-таки победить? Начнем с совета святителя Игнатия Брянчанинова, что от исповеди страсть блуда утихает более, нежели от поста и молитвы. Действительно, таинство исповеди преображает, изменяет человека, и когда человек озвучивает свое греховное намерение, свою греховную страсть, то лукавый отступает. Вы можете обратить внимание, что не только в церкви это может происходить, это происходит и в светском обществе. Светское общество на этом принципе даже построило одну из диет. То есть, если вдруг тебе захотелось что-то съесть, рекомендуют носить с собой блокнотик и ручку, чтобы записать, озвучить как бы это свое желание. И, как говорят диетологи, на 50% желание съесть сосиску в тесте. Это ужасное такое, в общем-то, блюдо, совершенно неполезное для стройных фигур и людей. В общем-то, проходит. Точно так же и любая страсть, которая является от дьявола, грех, являющийся от дьявола, то есть из тьмы, боится света. Если мы выносим из своего сердца какой-либо грех наружу, озвучиваем его и показываем его миру, можно так это назвать, или Божьему свету показываем его, то в этом Божьем свете мы совершенно в другом преломлении видим, как выглядит та или иная, в общем-то, греховная страсть или просто сам по себе грех. Ужасаемся и приобретаем для себя силы и возможность исправить этот грех. Откуда эти силы? Сила от того, что человек уже нашел в себе силы сказать, что я в данном случае блудник, я гордец, я лжец, я преступник, я тот или иной и так далее и тому подобное. То есть человек, который занимается, упражняется и применяет какие-либо силы, в этом упражнении он начинает преуспевать. Если эти упражнения направлены на, скажем так, взаимодействие с грехом, то есть человек упражняется в греховной какой-либо своей страсти, ну, допустим, вор, он становится профессионалом, приобретает силы именно в этом воровском деле. Если человек, профессионал, допустим, в том, чтобы льстить кому бы то ни было, он становится профессионалом именно в этой сфере. Если человек применяет усилия в блудной страсти, он, естественно, становится профессионалом и мастером в этой блудной страсти. И точно так же наоборот. Если человек применяет усилия в доброделании, в помощи другим, в сострадании, он пытается себя выстроить, чтобы выслушать другого человека, то он приобретает силы и возможность и тренирует себя именно в этом направлении. Но если в первом случае, когда мы тренируемся в греховной страсти, наш конец — это бездна, то есть мы упадем в эту бездну, потому что грех, зло — это то, что не имеет основания и не имеет на что, в общем-то, можно опереться, то в последнем случае, когда мы говорим о праведности, это то, что имеет основания, и на это можно опереться. Я попробую привести пример и попробуем в этом разобраться. Если, допустим, ребенок приходит домой, который получил двойку, два ребенка получили двойку, один приходит домой и говорит, мама, я получил пять. Рейтинг этого человека растет. Он, естественно, в глазах мамы, какой ты молодец. Вот, наконец-то, ты получил пятерку, и вот тебе конфетка, вот тебе мороженое, молодец. Теперь ты можешь полчаса поиграть в свою любимую какую-либо там игру на планшете, телефоне, компьютере и так далее, там подобное, или заняться тем, что ты хочешь. Но через какое-то время мама открывает дневник, электронный или простой, неважно, в общем-то, как-то узнает, что пятерки нету, а там двойка. То есть ложь, грех, в чем упражнялся этот молодой человек, он долго шел из школы, как это сказать, как, в общем-то, ее нету, это пустота. Зло — это всегда то, что отсутствует. Зло — это всегда пустота. На нее нельзя опереться. И, естественно, сразу идет большой провал в жизни этого ребенка. А другой ребенок приходит и говорит, мама, я получил два. И, естественно, рейтинг этого ребенка в глазах мамы падает. И она, блин, опять двойка, там то да сё, и какой ужас, и так далее, и тому подобное. И рейтинг падает. Но потом мама приходит в себя и говорит, слушайте, но ведь он же сказал правду. Она же и есть, эта двойка. Он смелый человек. Он не побоялся в этом признаться. Он же понимает, что теперь я не дам ему сидеть там в телефоне, в планшете, игре. Он же понимает, что теперь мы с ним будем сидеть и разбирать эту тему. Слушайте, он не побоялся этого. Он молодец. И мудрая мама обязательно придет и скажет, это плохо, что ты получил два. Но ты молодец, что ты не испугался. Поэтому пороть тебя не буду, наказывать тебя не буду. Мы просто с тобой сядем и разберемся в этой теме. Если обычно мы делали уроки за полчаса, то здесь придется разобраться в течение двух часов. В общем-то, из-за этой двойки наказан и ты, и я. Но мы вместе, скажем так, разделим это наказание и вместе с тобой разберемся в этой теме. И, естественно, в глазах матери такой ребенок вырастет. Но, кстати, и мама в глазах ребенка, вот если она так поступит, тоже вырастет. То есть я хочу сказать следующее, что человек, употребляющий усилия на тем, что существует, он обязательно достигнет успеха. Но пусть этот успех будет положительный. Отказывайте в своих блудных намерениях, отказывайте в своих блудных желаниях хотя бы через раз, какие бы эти ни были желания блудные, и вы увидите, что через какое-то время вы приобретете силу отказать себе и в глобальном. Но если на данном этапе у вас нет, скажем так, возможности и сил отказать себе в какой-либо блудной страсти, возьмите и повоспитывайте, а можно даже так сказать по-другому, подрессируйте. Ведь кого мы дрессируем? Детей мы и равных себе мы воспитываем, а животных обычно дрессируем. Так вот, подрессируйте себя в другом. Отказывайте себе в том, что вам на данном этапе очень хочется. Хочется вам выпить кофе с молоком? Выпейте чай. Хочется вам съесть яблоко? Съешьте грушу. Хочется вам пойти с кем-то поболтать о чем-то несуществующем? Сядьте, почитайте Евангелие. Делайте себе немножечко наперекор. А иногда даже в каких-то положительных вещах тоже можно себя немножко останавливать. Поэтому дрессировкой себя... А, да, при дрессировке животных мы обязательно вызываем положительные эмоции животного. Даем ему кусочек сахара или кусочек какого-то мяса. Пожалуйста, если вы чего-то себе отказали, разрешите себе конфетку. Или даже можете какое-либо другое маленькое положительное замечание себе, в общем-то, произвести. Дрессируйте себя, и вы увидите, что вы приобретете силу, отказывая себе в малом, отказать себе и в каких-то глобальных страстях и грехах. Ну, а вообще старайтесь быть по результатам этой дрессировки радостным человеком. На протяжении многих лет вы читаете Священное Писание. Вы его хорошо знаете. Может быть, вы только один раз прочитали Священное Писание и уже считаете, что вы его хорошо знаете. Портал «Икзегет» приглашает вас проверить эти знания в своей викторине по Новому Завету, которая подготовила именно для вас вопросы, чтобы вы оценили свое знание Священного Писания. Две с половиной тысячи вопросов по Новому Завету. Те вопросы, которые построены именно на текстах Нового Завета, которые откроют вам глубину Нового Завета и глубину ваших знаний. Заходите, спрашивайте себя, отвечайте, получайте результат, и вы увидите, что вы хорошо знаете Новый Завет, а после прохождения викторины еще лучше будете в нем ориентироваться, разбираться и познавать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok